Прогрессивный налог на доходы физических лиц Политика 17 декабря 5 Прогрессивный налог на доходы физических лиц Или, как его чаще всего называют, подоходный налог Существует везде, был он и в Советском Союзе В 43 странах буржуазного мира этот налог взимается по-разному Его ставка в зависимости от дохода гражданина варьируется от минимума до максимума К примеру, в США, Швеции, Норвегии ставка подоходного налога для богатых составляет 28%, во Франции богатые платят по ставке 60%, в других странах ставки другие, но сохраняется один принцип, сверхдоходы облагаются повышенным налогом В России до 2001 года ставка НДФЛ была прогрессивной от 12% до 35% Однако укрепившаяся во власти российская буржуазия не захотела платить повышенный налог И с 2001 года ставку уравняли и сделали 13% для всех После этого правительственные чиновники на все голоса стали убеждать народ, что благодаря этой афере сбор налогов увеличился, потому что олигархи вышли из тени и стали платить налоги Однако олигархи из тени не выходили, а сбор налога увеличился за счет повышения ставки всем бедным на 1% Олигархи же свои капиталы стали в еще больших объемах отправлять за границу, и на 2018 год объем легально и нелегально вывезенных капиталов составил около 210 трлн рублей, или 10 федеральных бюджетов 2020 года Повышенный на 1% налог на бедных богаче их не сделал Уже шестой год падают доходы населения и увеличиваются платежи, но вот у олигархи и другие качественные показатели жизни Приведу немного статистики За последний год число долларовых миллиардеров России увеличилось с 74 до 110 человек В стране 240 тысяч человек долларовых миллионеров, а 3 120 человек довели свое состояние до 100 миллионов долларов 84% национального дохода страны принадлежит 1% граждан При таком дисбалансе доходов в любой стране мира давно бы приняли закон о прогрессивной шкале подоходного налога Везде, но не в России Фракция КПРФ предложила установить пониженную ставку НДФЛ в размере 5% для граждан, имеющих доходы ниже 100 тысяч рублей в год Таких граждан 8,9 миллиона чел Для лиц с доходами свыше 3 миллионов рублей ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 до 25%, 519 тысяч чел Ставку 13% сохранить для всех остальных, которых насчитывается 58 миллионов человек Пусть цифры спорные, но их можно было бы поправить ко второму чтению Но что принципиально важно, наше предложение улучшили бы положение самых бедных и не загнали бы в нищету ни богатых, ни средних За счет снижения налога бюджет бы потерял 71 миллиард рублей Но за счет его повышения получил бы дополнительно 1,159 ТРЛН рублей дохода Которые можно было бы расходовать на помощь детям войны, безработным, многодетным и другим малоимущим гражданам Но предложение коммунистов не было принято по следующим причинам Единороссы брызгали слюной, что в случае принятия повышенной ставки налога олигархи уйдут в тени и не будут платить налоги Но, во-первых, олигархи из тени никогда и не выходили Во-вторых, а почему это они не будут платить налоги? Почему на 143 миллиона граждан натравили налоговые инспекции, полицию, нацгвардию, суды, судебных исполнителей, коллекторов И снимают три шкуры даже за неуплату коммунальных платежей А вот 240 тысяч миллионеров нельзя проконтролировать и никак невозможно истребовать с них налоги Кто поверит? Просто вы, господа, не хотите с них ничего брать Другой аргумент, который прозвучал от единороссов Это нельзя нарушать сложившуюся стабильность в налогообложении Но о какой стабильности может идти речь, если налоговой стабильности в России нет с советских пор К тому же для олигархов налоговая стабильность заключается в освобождении от налогов А для народа в навешивании новых Судите сами В Думе в первом чтении был принят закон Предусматривающий возмещение за счет российского бюджета потери олигархов Если за границей по суду у них изъято имущество Принят закон, освобождающий олигархов от налогов в бюджет России Если они за границей попадают под экономические санкции Принят целый ряд законов, освобождающих олигархов от уголовной ответственности От налогов на ввоз и эксплуатацию имущества От налогов при продаже имущества А таким имуществом являются яхты, самолеты, корабли Вот стабильность так стабильность Ну а народу? 6 лет падения доходов 16 ТРЛН долгов банкам Обманутые дольщики Обманутые вкладчики Налоги с кадастровой стоимости Одн Плата за капремонт А кто имеет автомобиль налог на транспортное средство Акцизы Платные дороги Платные парковки Платан Видеокамеры на дорогах и так далее и тому подобное Повеситься можно Двойные стандарты сегодня в моде Как по бессмарку Друзьян все Врагам закон Вот этими законами и убивают цепляющихся за жизнь жителей России И будут убивать Пока молчаливое согласие позволяет бесчинствовать жуликам и проходимцам Так что закон о прогрессивном подоходном налоге пока остался несбыточной мечтой оппозиционных партий Н.В. Арефьев секретарь ЦК КПРФ Продолжение следует...